Значит, наступил счастливый момент в жизни, когда я таки взял. И теперь наступил счастливый момент, который наступал раз в 7 лет, он должен был простить. Да? Но, Писание очень четко говорит в притчах 19 главе, в 17 стихе. Благодарящее бедному дает взаимы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Если он прощает, то деньги, дайте ему, пожалуйста, он получает из другого источника. Теперь у меня вопрос. Кому я должен? Тому, кто за меня. У него есть ко мне претензии? Он получил свое обратно. Я свободен. Теперь у меня есть деньги. Они остались у меня. Но я их кому-то остаться должен? И у меня вопрос очень простой. Кому я их отдам? Захочу ли я рассчитаться с этим человеком и быть свободным от этих долгов и обязательств? Или я останусь должником вот так? Понятно? Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Итак, смотрите. В чем вопрос? Вопрос в том, что деньги, они находятся у этого человека. И этот человек ограничен в праве требовать эти деньги обратно. Но право собственности у него остается. Потому что Бог говорит, если с тобой там не рассчитается, то я выступаю гарантом, я верну. Дающий неимущему, дает взаимой кому? И говорит, а я рассчитаю с никаких вопросов. Либо вот так, либо вот так. Это понятно? Право собственности исчезает? Нет. Пожалуйста. Право собственности в отношении кого? Право собственности в отношении этого человека на те деньги, которые он передал. Нет. Я думаю, нет. Ну, до этого ты думал как раз да. Еще раз. Я вчера еще спрашивал, чьи стали деньги. Кому принадлежат эти деньги? И все дружно сказали. Но на самом деле, право собственности не... Что случилось? Право собственности не переходит. Право собственности не переходит. Эти деньги, не в зависимости, где они находятся, Бог говорит, я верну. Я являюсь гарантом этой сделки. И если Бог возвращает, то этот человек остается должен. В каком случае? Желание Божье. Дать возможность неимущему освободиться от долгов и жить с чистого листа. Начать жизнь с начала. Это Божье желание. Которое он выражает в годе Шмиты и в юбилейном годе. Он говорит, я хочу, чтобы люди, которые попали в рабство, они получили возможность выйти на свободу. Но человек может взять и начать злоупотреблять этим прощением. И имея возможность отдать, зная о том, что наступает прощение, пользоваться этим прощением беззаконно. И поэтому евреи знали о том, что наступает седьмой год. Год прощения, год Шмиты. И человек, который дал деньги, лишается права требовать эти деньги обратно. Но человек, который взял деньги, имеет право их отдать. Человек, который дал деньги, лишается права требовать. С другими словами, с него не снимается право возвращать. С другими словами, он имеет право вернуть. Подарок и прощение – это два разных слова. Я, когда прощаю, я не дарю. Когда я прощаю, я не лишаюсь права собственности. И Бог говорит, я тебе верну твою собственность. Бог берет на себя обязательство вернуть мне мою собственность, потому что это моя собственность. И я, подчиняясь его закону, не требую свою собственность отсюда, зная, что мне Бог обещал ее вернуть. Понятно, да? Иначе зачем бы Бог обещал бы воздать, если бы право собственности уходило бы вместе с прощением? Понятно, да? Понятно? Зачастую люди неправильно понимают. Когда я не имею возможности отдать этот дар, который приходит ко мне свыше, Бог дает мне возможность начать с чистого листа. Но когда я пользуюсь милостью и благостью Божьей, манипулирую этим человеком и его прощением, имея возможность отдать, Бог вернет этому человеку. Но у меня возникнут некоторые сложности, потому что взаимодавец поменялся. Тот, кто уже мне дал взаймы другой. Бог покупает право дома, да, как банк? Да, да, да. Рассчитываясь за меня, Бог покупает мои долги. И право потом спросить, ты манипулировал моим прощением? Ты имел возможность отдать и не отдал? Пришло время рассчитаться теперь со мной. У меня все правовые обязательства твои находятся. Я их купил. Я рассчитался за тебя. Бог дал прощение, чтобы дать мне возможность жить с чистого листа. Но есть люди, которые злоупотребляют этим прощением, беря, не зная о том, что братья и сестры их все равно простят, и поэтому автоматически не берут на себя ответственность отдавать эти деньги. И когда они добиваются этого прощения, когда мы занимаем позицию такую, то лучше мне тебя простить. Он говорит, ИЕС! Денежки стали моими. Бог говорит, уже, уже, подождем. Понятно, да? Очень важный момент. Многие люди не понимают, что теперь, когда Бог рассчитался здесь, они стали должны. Опять, я не говорю о случае, когда у меня нечем отдать. Я говорю о случае, когда человек злоупотребляет этими вещами. Считая, что прощение автоматически передает ему право на деньги и лишает его возможности отдачи этих денег. Ну, лишен просто возможности. Человек его простил, все, и он лишен возможности отдать. Нет, возможность отдать у него всегда есть. Понятно немножко, о чем говорит Синайский закон? Да. В Синайском законе это было раз в семь лет, а у нас это чаще. Каждый день. То есть, никто не говорит о том, что вы обязаны прощать, даже когда у вас не просят. То есть, вы отдали и сразу же простили. Нет, ну, как бы, возможность прощать мы имеем несколько раньше, чем дожидаться в годах прощения. Понятно, да? Да, назад мы не ожидаем, мы сразу готовы потерять, все понятно. Все понятно? Да. Сколько раз давать? Тут должна быть мудрость. И здесь должно быть понятие, что такое прощение. Прощение это не амнезия. Прощение это не амнезия. Когда Бог прощает нас, это не значит, что у него плохо с памяти, и он больше не помнит. Это значит, что он больше нам этого не вспоминает. Понятно, да? Не использует против нас, не вспоминает нам, не поступает с нами относительно того, как мы поступили когда-то. Он больше так не делает. И когда я прощаю, я должен понимать, что прощение это не чувства, не эмоции. Это решение, которое может сопровождаться чувствами, которое может сопровождаться эмоциями. Они могут присутствовать, но не обязательно. Очень часто люди ассоциируют прощение с чувствами, которые они переживают. И если они считают, что чувства присутствуют, то они считают, что они не простили. Это не совсем так. Чувства, они находятся в области нашей души, а душа, как это ни странно, получает исцеление достаточно долго. И иногда эти чувства, они могут присутствовать. Нас больше будет интересовать наше решение. Решение. Итак, я прощаю человеку, даже тогда, когда он прощения у меня не просит. Бывает. Но после этого человек опять обращается ко мне. Пусть Бог нам даст мудрость. Потому что без покаяния изменений не наступают. Если человек в первый раз не просил прощения, не каялся в соделанном поступке, то вероятность того, что он точно так же поступит второй раз, близка к ста процентам. Если я хочу быть гарантирован, что человек согрешит и опять не отдаст мне деньги, я могу ему в этом помочь, ждать деньги второй раз. Понятно? Да. Скажите мне, пожалуйста, если я пришел к вам домой, если я пришел к вам домой, и сидя у вас за столом, уронил чашку и разбил ее. Ну, ситуация банальная, простая. Я прошу вас простить меня и вы меня, собственно говоря. Да. Но я с регулярностью курьерского поезда прихожу домой к вам и бью каждый раз чашку. И каждый раз очень искренне прошу вас прощения. Я понял, спасибо. Или не пригласим большим гостям. А он сам придет? Не, будем поить его чаем. Ну, если нету кружки и так дальше. Я понимаю, что тут еврейская община, вы выйдете из любой ситуации. Ну, понятно. Смысл того, что я говорил, понятен? Да. Вопрос. Вы поверили в искренность тех извинений, которые он приносил вам? Почему? Потому что этот человек делает постоянно одно и то же. Ну, вот на ручке. Мне другой пример привести? Нет? Хорошо. Тогда мы думаем, что мы поняли одинаково, о чем мы говорим. Нас интересовалось не что у него трусится, а искренность его прощения. Шутить над вами не надо. Потому что, если вы сеете это в меня, то я начну взращивать и щедро отдавать. Вы же потом будете смеяться весь остаток дня. Зачем вам это надо? Вы же не забывайте, что я тоже из этих, из славян. разобрались с разовыми стаканчиками, руками. Еще у кого-то желания есть какие-то. Плакать не надо. Смеха тоже не надо. Ладно. Хорошо. Нас интересует в данном ситуации. Мы верим в искренность прощения человека, который постоянно это делает? Нет. Нас сейчас будет интересовать другая, более сложная ситуация. Человек покаялся. Я простил. Но чувства остались. Но когда человек приходит ко мне в следующий раз и просит деньги, и я их даю, но чувства у меня не очень хороши. Скажите, эта ситуация свидетельствует о моем прощении? Нет. Почему? Потому что сердце очень хорошо. Чувства очень хорошо. Сердце закрыто? Но рука открыта. Волевым решением. Волевым решением. Рука открыта. И что является свидетельством о том, что я простил? Ничего. Открытое. Но чувства у меня плохие. Значит, я не простил. Правильно? Нет. не, не, не. Если прощение это волевое решение, это не важно, что ты хочешь. Давайте другую ситуацию разберем. Я простил его, и чувства у меня прекрасны. Эмоций у меня никаких нет. Но денег я не дал. Может. Не прощение. Еще раз. Мы берем гипотетически одинаковые ситуации. Человек дал деньги другому человеку. Этот действительно покаялся. Искренне покаялся. Насколько искренне мы не можем судить, но процесс прошел. И мы его простили. Да? И вот ситуация. Одна ситуация. У меня чувства, эмоции очень плохие. Очень плохие. Но я деньги при этом даю. Можно вопрос? Да. Что подразумевается под словом эмоции очень плохие? Присутствуют сомнения? Какие сомнения? Мне тяжело на него смотреть. Я переживаю боль и душевные страдания. Это не прощение. С другой стороны, эмоции у меня прекрасные, но денег я не даю. Я вам спрошу по-другому. Было два сына. Один сказал отцу сделаю, пошел и не сделал. Другой сказал не сделаю, пошел и сделал. Кто из двоих исполнил волю отца? Последний. Еще? На чем мы основываемся? На действии или на эмоции, которые внутри меня? На действиях. действия. Что толку, если вы скажете брату, иди в рейсе и питайся, но нужного ему не дадите. Но вы тоже будете рассказывать, какие эмоции вы к нему испытываете. Что в Бог смотрит? Сердце. и действия, которые проистекают из этого. А если действия по плодам их, узнаете их. Итак, прощение это действие или эмоции? я вам скажу больше, и ситуация будет еще прекраснее. этот брат, этот брат не отдал мне денег. Какие-то сложные взаимоотношения, я его простил, денег не требую, но пришел ко мне абсолютно другой брат попросить денег, а я ему их не дал. Какое? Не прощение? Еще раз, я простил? Нет. А эмоции здесь есть? Нет. Ну и их вообще. Называется жизненный опыт. Эмоций никаких. Я прекрасно отношусь к этому брату, но если я по отношению к другому человеку поступаю на основании этих поступков, то это что? Не прощение. Молцы. С другой стороны, можно, даже если мы и бывает в вашем первом случае, что вы сказали, что эмоции у меня остались, но я дал. С другой стороны, можно также не во всех случаях подходить однозначно, что я простил, можно и проявлять форму лицемерия. Я запутался. давайте не усложнять задачи, давайте разберемся в простых вещах. Меня интересует на самом деле, присутствие эмоций свидетельствует о прощении или действие свидетельствует о прощении. послушайте, многие живут достаточно долгое время в плену своего представления. Они прощают десятки и сотни раз на основании того, что они испытывают эмоции. Но и на основании своих поступков, которые сто процентов для всех людей свидетельствуют о их прощении. сто процентов свидетельствуют о их прощении. Но только для них они живут в плену якобы непрощения, продолжая каяться, каяться, каяться и каяться. На основании не своих поступков, а своих чувств, которые очень тяжело приходят в нормальное состояние. Потому что этот человек мог действительно совершить какие-то ужасные вещи. Это могли быть не деньги, это могли быть боли, страдания, которые длились долгие годы. И эти чувства они очень тяжело исцеляются. Но важно Богу мое сердце, мое поведение, какое решение внутри себя принял. Я принял решение и исполнил его, но чувства они говорят об обратном. Но мы ходим не чувствами, а верой. И невзирая на то, что мне говорят мое чувство, я поступаю в соответствии со своей верой. И что тогда важно, мои чувства или моя вера, мои поступки. А потом придет истинная, оно может прийти сразу, сверхъестественным образом, но может прийти с течением какого-то времени. Но я живу своей верой, я поступаю в соответствии не своим чувствам, а своей верой. поэтому я не должен страдать от того, что у меня такие эмоции. Я не должен еще, 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 еще прощать, прощать, прощать. Потому что я уже простил, и я живу в соответствии со своим прощением, невзирая на то, что мне говорят мои чувства. Понятно? Потому что я могу жить с отличными чувствами в непрощении, о котором будет свидетельствовать не мои чувства, а мои поступки. Нас чувствуют в полный порядок. Понятно? Что вопрос не в моих чувствованиях, а в моих поступках. Разобрались немного? Итак, отношение к неимущим, оно являлось достаточно фундаментальным и показывало нам наше состояние праведности перед Богом. Неимущие были определенным испытанием для нас, которые мы должны были пройти. И этого требовало справедливость. Понятно, да? Понятно? Еще еще раз, наше даяние не должно поощрять человеку праздности без дели и лени. Наше даяние прежде всего является духовным барометром для нас самих. Это барометр, показывающий мне мое духовное состояние, не Васи, Петя и Коле или Мане. Потому что когда я это делаю для Васи, Петя, Коле или Мане, это называется лицемерие. Но когда я это делаю перед Богом, то Бог показывает мне состояние моего сердца. Понятно, да? Итак, мы видим, что во время действия Сенатского закона Бог дает некую ответственность людям. Первое. А. За содержание служителей, как несущих служение в храме, так и расположенных среди народа. И вторая ответственность, которую мы имеем за вдовы, сироты, пришельцы. Определенные слои населения, слабо обеспеченные, являющиеся нашими братьями и сестрами, исполняющими закон Божий, живущие среди нас. Есть такая буква? Это неимущие. Эти ответственности не пересекаются. Исполнение одной из них не освобождает меня от другой из них. Сейчас мы говорим уже о принципе, заложенном в Синайском завете. Мы сейчас говорим не о том, из чего состоит эта ответственность. первые плоды, все лучшее из вина, елея, хлеба, первенцев, выкуп первенцев человека, части жертв, какие части были, из каких жертв. Мы не говорим все заклятое, все обещанное, все посвященное. Да? Мы не приводим длинный перечень, мы не говорим первая десятина, часть второй десятины, часть третьей десятины. Мы не говорим полоса вокруг города, где мы живем для жительства левитов. Мы не перечисляем сейчас длинный перечень всего этого обеспечения. Здесь мы не говорим часть третьей десятины, забытые снопы, край поля, опавшие колоски, запрет отбирать виноград, отбивать до конца маслину, пересматривать за собой ветви. Мы не перечисляем все. Хотя мы раньше, как бы, я показывал вам в перспективе, что это такое. Да, заповедь в зодоке. Между прочим. Я не говорю обо всем этом. Сейчас я говорю о принципе. Мальчик вырос и попал в руки детоводителя. И детоводитель начинает его взращивать. Детоводитель закон начинает его взращивать. Но когда мы начинаем кого-то растить, мы передаем какие-то принципы. Понятно? Мы учим наших детей каким-то принципам, как правильно им поступать. Иногда люди говорят, послушай, а как я должен поступить в этом случае, послушай, ты должен понять принцип. Потому что я могу тебе описать, как тебе надо поступить в этой ситуации, я могу объяснить тебе, как поступить в этой ситуации или в этой. Но в жизни будет четвертая, пятая, десятая, двадцатая и сотая ситуация. Если я тебе о ней не рассказал, то неизвестно, как ты в ней поступишь. да? Но если ты будешь руководствоваться неким принципом, то будешь ты знать, как поступить и в тысячной, и в десятитысячной ситуации, какая бы она ни была. И поэтому зачастую, когда вы начинаете моделировать мне ситуацию, говорить, а вот так, а вот так, а вот так, это значит, что вы не совсем поняли принцип, как он работает. Научившись принципу, вы будете знать, как вести себя в этой или в этой ситуации. Вы будете знать, ага, какой принцип Бог смотрит прежде всего на то, чтобы я обратил внимание, кто этот человек, чтобы я задумался, но для чего я должен задуматься, кто этот человек? Для того, чтобы проверить свое сердце и взять на себя ответственность. Бог говорит, а слушай, я распространяю свою любовь, и защиту на всех людей, без исключения. Я даю возможность дождю падать на добрых и на злых. Солнце встает на тех и на других. Это Бог так смотрит. Он говорит, чтобы люди не пользовались Товой, чтобы не пользовались они Твоей добротой, потому что Твои возможности, в отличие от моих, не безграничны. У тебя есть принцип, что тот человек, который к тебе приходит, он должен соответствовать неким критериям, чтобы он не пользовался тобой, потому что когда он придет второй, третий, четвертый, пятый раз, называет своим братом, но ведя себя быщиной, будет требовать от тебя исполнения моего слова, то ты в общем-то не должен этого делать, почему? Потому что он ведет себя быщиной, его свидетельство очень плохое. Мы видим зачастую людей, которые называют себя братьями, живут у нас, питаются у нас, требуют от нас исполнения закона Божьего, но сами этому закону не подчиняются. Бывают такие ситуации? И тогда мы можем сказать, послушай, на самом деле все хорошо, но это очевидно, ты не совсем мой брат, потому что твои дела про свидетельство не таково, поэтому извини меня, ты от меня не можешь этого требовать, и это здравость. Понятно, да? Другая часть, что я не ищу в этой здравости защиту для того, чтобы не сделать что-то. Я не ищу в том человеке изъян попутом, чтобы сказать, все, я свободен, все, я не должен тебе ничего. Почему? Потому что Бог это делает для того, чтобы испытать мое сердце, и это его принцип. Понятно, да? Что это не тот человек, которому я должен выискать, к какому пункту он не совсем подходит, и отказать ему, а это тот человек, который является инструментом Божьим для того, чтобы Бог мог испытать меня. Потому что Бог говорит о том, что нищие всегда будут среди земли твоей. Потому я и повелеваю тебе отверзать руку твою, брату твоему, бедному твоему, нищему твоему на земле. Бог говорит с одной стороны, что его народ будет в благословении, в благоволении, его народ будет тем народом, который будет давать взаймы, но не будет брать взаймы. Но нищие всегда будут чьи в этом народе. Для чего? Для того, чтобы ему испытать нас. Понятно, да? То есть этот человек, он неплохой, он не потому находится под проклятием или еще какие-то проблемы, потому что он грешник, а это для того, чтобы Бог испытал меня. Иногда ученики спрашивали, кто согрешил, он или его родители? Он говорит, нет. Понятно, да? Не всегда это потому, что этот человек согрешил. И мне надо думать прежде всего, что это испытание для меня, которое мне надо пройти. есть разница? И здесь мы говорим о принципах. И Бог готовит нас к жизни, Он готовит нас не к работе. Вы знаете, школа, институт, они готовят нас к работе. Да? Они дают нам какие-то профессиональные навыки, но родители готовят нас к жизни. и Бог готовит нас к жизни, давая какие-то правила, постановления, выражающие Его взгляды на эту жизнь, Его принципы. Мы можем смотреть на эти детали, мы можем их изучать, но давая эти все детали, Бог воспитывал и взращивал свой народ, готовя его к жизни, готовя ему к следующему этапу, взращивая его, давая какие-то принципы. И когда мы смотрим на эти принципы, мы видим нечто в этих принципах, что Бог печется о своих служителях. Бог берет на себя ответственность за содержание его служителей. Аминь? Аминь. И Он обеспечивает и расписывает. И эту ответственность Он возлагает на народ. Бог печется о неимущих. И эту ответственность Он тоже возлагает на народ. Бог говорит о том, что одна ответственность не освобождает от другой. Бог говорит о том, что если эти будут служить не так, как им нравится, то это освобождает нас ответственность содержать их? Нет. Если относительно этих людей, Бог говорит, если они не будут обеспечивать вас должным образом, это освобождает вас от служения им? Нет. Вы должны по-прежнему служить. И вот эти принципы мы сейчас будем смотреть в Новом Завете. Сохранены ли они как принципы? Не как и дальше мелкими буквами по списку, а как принцип. Как принцип. Остались они и исчезли, упразднились, принципы поменялись, что-то как бы изменилось. Бог может по-другому стал смотреть на этот мир. Да? То есть мы плавно перейдем сейчас к новому Завету. Брит Хадаша. Вопрос сколько у нас времени до перерыва? До перерыва? Можно перерыв. Да? Я вам напоследок только скажу, что мудрецы в общем-то разделяли 8 уровней дзеки. Да. Первый и высший уровень. Когда посредством подарков суд или делового сотрудничества удается помочь человеку восстановить свою самостоятельность и независимость, начать самому зарабатывать себе на жизнь. Ну да, дать удочку научить ловить рыбу. Понятно. Это первый уровень. Самый высокий. Второй уровень, когда получающий дзеку не знает, кто ему дает ее. и дающий не знает, кто получает ее. Обычно такие вещи делаются через общины или общественные организации. Когда мы помогаем бедным, мы не знаем тех бедных, которым мы помогаем. И бедный не знает того, кто им помогает. Третий уровень, когда дающий знакун знает, что он дает, но получающий не знает, от кого он получил. Иногда мы просим кого-то передать кому-то тот сдоку, который мы хотим, и при этом мы знаем, кому она попала, а тот, кто ее получает, не знает, что это сделали мы. Есть такой обогон? Да. Когда принимающий сдоку знает, от кого он получил, но дающий не знает получающего. пятый уровень, когда дают сдоку, не ожидая просьбы. Шестой, когда дают, потому что просят, то есть после просьбы. Седьмой, когда дают меньше, чем просят, но охотно. и восьмой, когда дают скрипя сердце. Тоже считается митцвой с точки зрения иудаизма. Напомню, что Бог иногда смотрит на то, что мы делаем и учитывает наше болезненное восприятие. Лучше, конечно, давать доброходно и дальше. Я просто вам привел, чтобы вы знали точку зрения иудаизма на этот вопрос. Я думаю, что есть некоторое здравое зерно во всем этом.